Здравствуйте, мои друзья и гости моего канала Сад Чудес. И сегодня я буду вновь сажать еще одну розочку, которую вынула из холодильника. У нее вот уже большие росточки и уже пора посадить. Конечно, давно надо было посадить, но катастрофически не хватает времени все рассаживать, пересаживать. И розочка у меня из серии Raffles. Это низкорослые розочки, высота 50, но не выше 60 сантиметров. И у них такие рваные кончики у лепестков. Очень красивые, обильно цветущие, крупноцветковые. Конечно, очень гапризные, плохо переносит зиму, плохо переносит заболевание. То есть придется с ней потрудиться, конечно, но очень хотелось такую приобрести розочку. Попробую. Она у меня единственная, если понравится, то еще одну. Когда я покупала, там было три только вида. Была еще темнее розочка и светлее. Я выбрала вот такую среднюю красную. И при посадке надо выбрать хорошо, конечно, горшочек. Так, чтобы все-таки шейка была утоплена уже с самого начала в горшочке. Потому что я пробовала сажать, когда у меня шейка выглядывала, и тут проснулись, видно, боковые побеги, на чем это ушло укоренение. И когда даже я закопала, они все равно росли. То есть вот очень важно с самого начала, чтобы шейка утопала, ну, насколько хотя бы, чтобы все это было под землей, чтобы не просыпались почки. Вот моя розочка. Я подобрала под нее горшочек, померила, все нормально, горшочек подходит. Сейчас посмотрим корневую систему. Ну, по росточкам у нее вот пять было стебельков. И на всех пяти стебельках у нее появились росточки. То есть шорочка в хорошем состоянии. Но сейчас корни посмотрим. Упаковано как хорошо. Вон, вот росточки уже вижу хорошие. Но земля тоже хорошая, по крайней мере, хоть черненькая, которую я вам позавчера показывала розочку, то у нее были опилки и песок. То здесь, в общем-то, еще и ток присутствует. Росточки, конечно, хорошие. Сейчас я вам покажу поближе. Вот видите, какие хорошие росточки. Беленькие. С этой стороны и с другой стороны. Но эту землю мы все равно отваливаем. Потому что все равно то, что продавали, эта земля, конечно, не очень хорошая. Поэтому, в общем-то, только осторожно, чтобы вот те хрупкие корешки, которые уже появились, их не обломать. Очень осторожно, потому что там внутри кома могут быть и росточки. Ну, так вот. Все росточки наверху, в общем-то. Так хорошо. Но особо, конечно, ее не надо. Вот так, что прям совсем вот, ее прям потрошить не надо. Так вот слегка. И где много отросточков, я эти места не трогаю. Потому что, чтобы не нарушить. По крайней мере, я так делаю всегда. И все было хорошо. И я хочу сказать, что я, ну, фирмы все у меня хорошие, проверенные. Я уже у этих фирм все покупала. И я не замачиваю розы, ни в каких стимуляторах. Я применяю только марганцовку и корневин. Но в прошлом году у меня была такая ситуация, что я купила уцененную розочку. Совсем там за копейки. Она была в очень плохом состоянии. Я ее замачивала в эпине. Затем посадила. Она у меня тоже плохо очень шла. И никак. И я очень рано. Еще земля даже была такая прохладная. Я ее решила высадить. Потому что спасти уже другого не было у меня. Такого варианта. И я ее высадила. Положила много хорошей земли. Положила там на дно удобрение для роз. Полила тоже корневинчиком. И она у меня... Вот я ее посадила в первого мая. И она у меня до середины июля. Никаких признаков жизни. Те росточки, которые были, отвалились. И она до середины июля была в таком вот спящем состоянии. Но я ее, конечно, поливала. И опрыскивала циркон с эпином. Несколько раз. И от всяких вредителей тоже опрыскивала. Хотя не было росточков. Но стволики все опрыскивала. И в середине июля она дала сильный росточек. И все хорошо. Роза... Вот не знаю, правда, как после зимы она вышла. Сегодня еду на дачу и посмотрю. Буду открывать розы. И я что хочу сказать, что... Как мама моя говорила, розу погубить трудно. Но, возможно, это так. Потому что если соблюдать какие-то вот такие... Ну, необходимые условия для розы, то она, в общем-то, очень сильная. Роза сильное растение. Оно выживает во многих случаях. И вот у меня эта розочка... Она еще такого была цвета. Почему я ее купила? Она была цвета ярко-оранжевого. У меня такого цвета не было. И она у меня даже зацвела. Под конец осени она у меня выкинула бутон. Такой большой был, огромный цветок оранжевого цвета. Очень красивая. И все нормально. То есть это у меня был такой единственный случай, когда я боролась за жизнь этого растения. И, в общем-то, победила. Вот. Сейчас я не замачиваю. У меня розочка в хорошем состоянии. У нее хорошие корешки. Она уже проснулась. Я ее слегка очистила. Но совсем корни я не очищаю. Я боюсь что-то либо нарушить. И поскольку у меня все розочки живут, и, слава богу, все нормально, то я очень, как всем таким экспериментам, отношусь очень... Так вот, иногда, и если только... Когда безвыходный вариант, или когда мне что-то там не нравится, я на ней что-то попробую. Чтобы там она лучше цвела, или что-то еще попробовать, какую-то химию. А так, в основном, у меня марганцовка, корневин сейчас. Ну, а потом, конечно, пойдут удобрения. Вот в эту емкость я насыпаю чуть-чуть земли, потому что у меня она... В общем-то, так нормально, хорошо. Чуть-чуть земли накладываю. Применяю я грунт для роз. Я купила в Леруа Мерлене, 47 рублей он стоил. Это специализированный такой почвенная смесь, биогрунт, экофлора для роз. Здесь и сапропель, и все... Ну, и торф, конечно, песок, и вермикулит, и все необходимые удобрения. Я всегда покупаю землю для роз. Вот самые главные такие, вот, на чем я сталкивалась, это, конечно, хорошая почва. Хорошая почва растению легче приживаться. Поэтому я, вот, когда дома высаживаю розы, всегда покупаю удобрения, это землю для роз. И второй будет вариант, это полить. Вот полить в меру. Даже первый раз. Не заливать, полить в меру. Потому что после того, как я сейчас ее посажу, я ее поставлю в лоджию. И на лоджии там, конечно... В лоджии там, конечно, ну, прохладно, но на ночь я ее домой заношу. У нас еще минус два ночью. И, конечно, мало испарения, и земля долго сырая. Розы не любят сырую, очень сырую землю. Поэтому полив, ну вот, чуть-чуть лучше не долить. Вот почему погибают у многих розы? Это плохая земля и перелив. Другого просто больше не существует. Ну, если слабая роза. Но розу слабую, ее сразу видно, когда покупаешь, что у нее корневая система. И тут, собственно говоря, помочь ей мало чем можно, только если посадить в грунт. В грунте, конечно, ей легче бороться с трудностями и быстрее выйти из этого состояния больного. Насыпаем землю. Чуть-чуть. Ставим розочку. Видите, она, в общем-то, ну, почти утопает шейка. Шейка почти утопает. Это хорошо, потому что вот на собственном опыте я уже убедилась, что если я посажу в маленькую емкость и у меня шейка выступает, то розочки труднее. Поэтому стараюсь купить, вот я уже купила давно емкости, я сажаю где-то, ну, вначале много покупала роз, теперь сажаю не больше трех, потому что даже для этих трех роз мне еще нужно найти место, то есть что-то пересадить, что-то отдать, что-то мне уже, может быть, не нравится и отдать уже можно. Вначале, когда садом занимаешься, тебе хочется все. Ты берешь все, что тебе предлагают, все, что видишь, все хочется, потому что у тебя все пусто, а потом, когда проходит время, у тебя уже появляется много всего, а места у тебя мало, то приходится с кем-то прощаться, с чем-то кем-то прощаться. И поэтому очень много растений я каждый год отдаю, конечно. Вот есть такие жильциноводы, которые только-только начинают, и им и это хочется, и то хочется, и я, конечно, с удовольствием им все это отдаю, лишь бы в хорошие руки попало растение, лишь бы оно не пропало. Вот я положила земельки, где-то половинку, чуть-чуть так вот утрамбовываю, чтобы не было воздуха, чтобы хорошо розочка держалась, и вот чуть-чуть поливаю. Здесь у меня марганцовка и корневин. И поливаю я вот чуть-чуть, потому что, ну вот чтобы только пропитана была земля влагой. Она у меня была в холодильнике, и в общем-то ей все было нормально. Она и сейчас будет почти в таких же условиях, потому что на улице вот сегодня у нас плюс восемь только, но солнышко, правда, и поэтому в лоджии тепло. Но занесу я ее поздно вечером, когда уже будет холодно, и поэтому у меня, правда, в лоджию открыта дверь, и еще из квартиры в общем-то идет теплый воздух. Поэтому, конечно, там в лоджии температура потеплее, чем закрытая дверь, чем было бы при закрытой двери. И вот в таких условиях розочка у меня стоит до позднего вечера. А потом я ее заношу в квартиру, и рано утром ее выношу снова на лужию. Пока вот было еще прохладно, и помидоры я не выносила, но уже надо там построить стеллажик и выносить уже и помидоры, потому что первые помидоры, которые у меня росли, они, конечно, уже в феврале там посажены, они очень, конечно, большие. Вот еще разочек положили землю, еще раз ее примяли, и еще полили. земля немножко оседает, поэтому мы добавляем еще. Вот, конечно, розы, они ну, желательно, конечно, пересаживать в грунт, но сразу, но у меня так никогда не получалось, потому что либо куплю рано, либо когда уже поздно покупаешь, у нее уже листочки, и ее сразу надо сажать. Здесь же я покупаю рано, и еще у меня ну, даже росточки совсем малюсенькие, поэтому я в холодильник кладу. Вот сейчас, которые стоят розы в садовых центрах, они, конечно, все с листочками, причем с сильными такими ростками, уже с распущенными листочки, что, конечно, ее ни в какой холодильник, уже никуда ничего, ее надо сразу сажать. Поэтому я покупаю розы раньше, чтобы они у меня полежали в холодильнике. У меня еще там одна роза лежит, вот, и я, она у нее росточки еще маленькие, покупала последний, и она еще пока в холодильнике. Ну, через вот девочка-два я буду и ее сажать. Все. Розочку я посадила. Видите, какая хорошенькая. Все, росточки у нее хорошенькие. Сейчас покажу вам поближе. я держу в лоджии, но я не ставлю на солнце. Вот еще третья ошибка, которую вот я раньше совершала, это ставила на солнце. Потому что росточки, конечно, обгорают на солнце. Потому что вот сейчас у меня скроется солнышко, оно у меня только до обеда. И после обеда будет там без солнышка, и я ее поставлю там на стеллажечку. А пока она у меня стоит внизу. Вот первая розочка, которая, она стоит внизу. И она уже распустила, конечно, листочки и хорошенькая. Ну, вот я вам уже рассказала, значит, о том, как я сажаю розу. И у меня не было такого случая, чтобы у меня роза погибла. То есть все элементарно, если соблюсти, это хорошая земля, минимальный полив, и неделю после посадки не ставить на солнце. А потом уже она будет стоять у меня на солнце, все будет нормально. Всего доброго, мои дорогие друзья. Пишите, ставьте лайки, подписывайтесь, с колокольчиком, чтобы я всегда была вместе с вами. Пока, пока, пока.